Советник главы МВД Арсена Авакова Илья Кива угрожал врачу, которая обнародовала данные медэкспертизы, подтверждающие наличие у него психологического заболевания и вторую группу инвалидности. Об этом рассказала сама пострадавшая, а также о том, почему она потеряла работу и до сих пор, по прошествии двух лет, не может восстановиться в должности. Все подробности в материале. Все началось с того, что до меня пришел запит бойцов батальона Полтавщина и правозахисников Полтавы о лидере этого батальона Кива Ильи. Заява Тетяни Максимовны Жабо, колишнего руководителя профильной организации, которая выдавала соответствующие справки, которая формировала соответствующие заключения про стан здоровья не только Киева, а и очень многих других членов команды Авакова, свидетельствует наочно и яскраво про то, как действует эта мафия и эта банда. Они пытались убить ее, они пытались избавить ее здоровья, залякать. С одной только целью, чтобы мир не узнал о том, что у министра внутренних дел родник есть шизофреник. О преследованиях со стороны советника министра внутренних дел Ильи Кивы заявила бывшая главврач Полтавского областного центра медико-социальной экспертизы Тетяна Жабо. Два года назад, по просьбе бойцов батальона, которым командовал Киева, медик вынуждена была обнародовать данные медэкспертиз. Согласно им, он страдает серьезными психическими расстройствами. Этот диагноз стал основанием для второй группы инвалидности. Тогда, вообще, как выполняющая обязательства главного эксперта Полтавской области, когда я увидела дело, то, вообще, дали ответ, что, соответственно, к его заболеваниям, он не может получать эти посадки. А также, самое основное, это оружие. Я сказал, я здесь командир. Никто нас не разобьет. Быстрее, давай. Мы тебе, я лично отвезу. Вас на Артемовск я отдам в поликлини, в больницу. После этого, рассказывает Тетяна Жабо, начался настоящий ужас. С угрозами приходил и сам Киева. Неодноразово приходили и на работу примещения, в кабинет, особисто. Почалися погрози, которые подтвердились действиями. Это на меня только за 2014-2015 годы было третье скояно нападов на мою селью. О том, что Илья Киева часто ведет себя неадекватно, наглядно показывает ситуация в Чаплинке. Во время энергетической блокады Крыма советник министра Авакова и 70 вооруженных автоматчиков нацгвардии батальона Херсон пошли на штурм участников акции. Ты зайдешь в историю, как человек, украинец, который убил крымской нотарию. Ты зайдешь в историю, ты никогда не отмоешься, ни ты, ни твои дети. Только не трогай моих детей. Не трогай моих детей. Дальше больше. Летом 2015-го начальника Полтавского областного центра медико-социальной экспертизы взяли с поличным. Она якобы взяла взятку за оформление инвалидности. Полторы тысячи долларов. После этого Татьяну Жабо уволили с работы. После оприлюднения этой информации начался шаленный тиск. Ну, по-перше, безподставно меня сразу же звольнили. Взагалі, хоть я являюсь лікарем высшей категории, там, кандидат медицинских наук, взагалі сказали, вона никогда медиком, ну, это, как сказал, такий великий представник наших правоохоронных органов, Илья Ківера, что я взагалі не буду работать и санитаром. В октябре 2015-го глава МВД Арсен Аваков назначил Илью Киву руководителем департамента противодействия наркопреступности. В эфире одного из телеканалов глава службы по борьбе с наркопреступностью звонил дилеру. Мы получили от вас недавно первую партию, 100 грамм, вот, сейчас мы готовы на 300. Татьяна Жабо, рискнувшая обнародовать информацию о психическом состоянии здоровья Ильи Кивы, выиграла 8 судов, но решение восстановить ее в должности так и не выполняется. Кива – это просто шестка Авакова. Аваков уточил себя людьми не с полнорозумом и использовал их для своих ганебных коррупционных обороток. Это абсолютно небезпечные и шкодливые для нашей державы индивидуумы. Алена Забережная, подробности телеканал Интер.